здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса с 2011 года этот портал и ваш покорный слуга алексей красиков рассказывает вам о неврозах панических расстройствах депрессиях и так далее более 170 роликов собраны уже на этом канале и если вы их все посмотрите я думаю что вы научитесь много понимать и во многом разбираться многие зрители канала благодаря только этим образовательным материалом уже для себя сделали выводы справились во всяком случае с паникой с тревогой с каким-то пониманием того что происходит но естественно ролики являются образованием поэтому сегодня я снимаю большое видео лекцию по вопросам который называется полный алгоритм лечение панических атак страхов тревог фобий мы рассмотрим механизмы и четкие практические алгоритмы поэтому устраивайтесь пожалуйста поудобней вы попали на портал где собраны как раз те бесплатные лекции которые на самом деле стоят во всем мире денег на индивидуальном консультировании групповом и так далее значит сегодня мы с вами будем разбирать полный алгоритм что как и почему итак начнем мы со следующего пишут мне большое количество вопросов с примерно такими историями хочется четко объяснить сегодня историю панических атак история вегетативного напряжения историю изолированных фобий например агорофобий или лифта или историю фобий кофе историю фобий какой-то даже порой еды фармакологических таблеток жары погоды потому что многим нашим пациентам у них есть такое убеждение что есть болезнь которая называется вегетососудистая дистония которая реагирует на погоду на жару на съеденные продукции порой даже на места в которых вы находитесь поэтому будем разбираться конкретней но я буду акцентироваться на том что вы уже меня знаете и вы смотрели мои ролики просто сегодня я более наверное структурно и детально расскажу вам всю суть алгоритма что с вами произошло и что с этим самое главное надо делать во всяком случае куда надо акцентировать внимание вашего образования разберем мы следующий тогда момент во первых первое что вам надо знать что многие наши клиенты считают что паническая атака или вегетативные жалобы являются телесными заболеваниями где что-то в организме сломалась или что-то пошло не так и теперь никто не может найти лечение потому что врачи что-то странное говорят да и так далее во вторых мы с вами рассмотрим разницу между например агорафобией и такой частые жалобы наших пациентов когда может быть вам это знакомо когда вы справились с одной фобией но потом что-то другое потом пятое десятое двенадцатые тридцатые то у меня там то у меня страх за это то у меня страх за то то у меня страх за это и вы постоянно слушаете в себе организм то и тут прислушиваетесь то тут прислушиваетесь то там и это эпохондрический такой синдром он не меняется да то есть постоянно вы в заботе о своем здоровье вы постоянно ходите обследоваться ищите в интернете там это а это а это и есть такая проблема я расскажу все очень детально значит давайте сначала разберем очень простую самую банальную формулу для вашего образования ребятки то что я сейчас буду вам рассказывать порой даже в институтах мои коллеги не поэтому коллеги присоединяйтесь кстати говоря все это детально мы разбираем на моих очных семинаров на семинарах вот скоро будет в москве 5 6 в москве сентября 12 13 в санкт-петербурге 19 20 в минске и потом еще будут города поэтому хотите записывать хотите хотите приехать лично приезжайте я все буду рассказывать очень детально итак для начала мы с вами должны понять что все неврозы неважно что мы сейчас будем говорить о неврозе с паническими атаками ли с агорофобии или с общим вегетососудистым проявлением делится у нас на такую простую формулу у нас есть три основных проявления неврозов это телесное проявление неврозов это эмоциональное проявление эмоций неврозов и поведенческое проявление неврозов телесные эмоциональные и поведенческие к сожалению что это видео по-моему перевернуто да но я надеюсь вы поймете итак телесные эмоциональные и поведенческие смотрите что получается телесные эмоциональные поведенческие И проявление. Вот тут первая ваша ошибка. Есть невроз, у которого телесно будет какое проявление? Вегетативное напряжение. Это тахикардия, комгорли, нехватка воздуха, общее спазмирование сосудов, кишечник, боли, вегетатика и так далее. Это не отдельная какая-то болезнь. Это проявление невротического расстройства. Искать в себе болезнь и терапию только вот этого момента является сущей глупостью и заблуждением. Следующее проявление невроза – это эмоциональный компонент. Это ваша паника, это ваша тревога, это ваше беспокойство, это всевозможные эмоциональные аффекты. Здесь тоже отдельно искать какую-то болезнь невозможно и не нужно. И третье – это поведенческое проявление невроза. Это ваше бездействие, прокрастинация, это ваша изоляция, это ваше избегание, это ваши ритуалы в виде каких-то проверок или сверхконтролей, или депрессивное такое уныние, скажем так. Вот это поведение или наоборот слишком яркое требование выражения чего-то, или суета, или постоянная какая-то там беготня по офису, или там постоянные скандалы. Вот это и будет то самое странное поведение. Итак, невротик имеет в себе три основные конструкции. Это вегетативные телесные жалобы, эмоциональная сфера и поведенческая. Грамотный психотерапевт будет работать во всех этих трёх сферах. Как правило, наши пациенты приходят к нам, когда они начинают акцентировать внимание исключительно на телесном, в лучшем случае телесном и эмоциональном состоянии. Телесное вы уже всё прекрасно знаете. Это то, что в Советском Союзе называли вегетососудистой дистонией, которой, естественно, никогда лечение-то не имело. Потому что лечение имеет невроз, а не вот это. То есть, когда вы приходите с жалобами на самочувствие, вас обследуют и находят патологии, вы пытаетесь думать, что надо лечить тело. Вот здесь возникает первая ошибка. Или у вас возникает какой-то страх, или у вас какой-то странный симптом, при обследовании которого находят патологии. Лечить надо невроз. И сегодня я вам подробно расскажу алгоритм, как этот невроз происходит и что с этим надо делать. Поэтому, ребятки, ещё раз для новичков, кто только пришёл на канал, вегетососудистые симптомы, самочувствие не является отдельной мишенью терапии. Мишенью терапии является невротическое расстройство. Вот это понятно? Великолепно. Теперь поподробно по, так скажем, этапам. Бывает так, что давайте условно разделим ваши фобии на изолированные и на невротические. Я сейчас говорю, это не официальная классификация, мне так проще вам объяснять. Что такое изолированная фобия? Смотрите. Например, вы ехали в метро. Метро. И у вас в метро случилась паника. Окей? Вы испугались. И ваша логика связала, каким образом? Что я находился в метро, и из-за этого мне стало плохо. Или, например, вы съели какую-то картошку, и через минуту у вас случилась паника. Ну, я здесь сейчас знак вопроса поставлю, а потом нарисую опять панику. То есть, вы, например, вы зашли в лифт, и у вас случилась паника. Вы что-то съели, у вас случилась паника. Или у вас случилась паника, потому что была жара. Или у вас случилась паника, потому что вы выпили кофе. Ваша логика привыкла примерно размышлять так, что есть некая причина-следственность. Я выпила кофе, через минуту мне стало плохо. Значит, мне стало плохо из-за кофе. Так вы думаете? Мне стало плохо на жаре, значит, мне стало плохо от жары. Или, допустим, мне стало безумно страшно в лифте, значит, лифт является причиной. Поняли, что я имею в виду? Или вы что-то сделали или куда-то пошли. То есть, вы начинаете делать существенную первую ошибку. Вы начинаете связывать еду, погоду. Или, например, у меня остеохондроз, болела шея, и у меня на следующий день случилась паника. Значит, это случилось от шеи. И вот так возникают всевозможные нелепости. Вам начинает казаться, что кофе создало панику. Какая-то еда создала панику. Жара создала панику. Катастрофа заключается в том, что вот такая логика присуща у большинства людей. Потому что они привыкли так думать. Правда заключается в том, что вашу панику не создавало ни кофе, ни жара, ни картошка, которую вы съели, и ни лифт. И вот, вашу панику создало ваше эмоциональное переутомление от определенных обстоятельств, о которых я сейчас буду говорить. Но вы посчитали, что вашу панику и самочувствие создали условия. Поэтому Иван Петрович Павлов, да будет он пожизненно известным, назвал это условным рефлексом. И вы просто привыкли, что есть некие условия, например, метро, картошка, кофе, жара, в которых у вас когда-то была паника. И вы привыкли связывать это. Дальше вы делаете простую классическую ошибку, все они уже много раз слушали. Вы начинаете проверять. На следующий день, после того, как вы съели картошку, поехали в метро или были на жаре, вы начинаете проверять. И думаете, проверю, а с метро ли это связано, а с картошкой ли это связано. Вы же не глупые, как вам кажется. И вы говорите, сейчас проверю. И предположим, это кофе. Или предположим, это картошка или метро. Неважно, это условный стимул. И вы начинаете проверять. Пытаетесь, значит, взять кофе. И вы уже находите состояние ожидания. Вы уже находите состояние напряжения. Делаете глоток или начинаете есть картошку, или едете в метро и начинаете ждать. Ну, начнется или нет. Что в этот момент происходит? Вы уже напряжены, прислушиваетесь к своему организму, поскольку невротическое напряжение есть, естественным образом от ожидания. Если я убежден, что эта вода создала проблему, глотая эту воду, я буду что испытывать? Страх. Вот так же и вы, возвращаясь на следующий день в метро, принимая кофе или едя на жару, вы убеждены, что это было от этого. Теорема проверяете это вторично, таким образом закрепляете, путая, внимание, ваш страх с каким-то приступом. То есть, вы подтверждаете себе, как вам кажется, теорема доказана. Я выпила кофе, стало плохо. На самом деле, правда заключается в следующем. Вы напоминайте, что первый раз ваша паника случилась не из-за кофе, и не из-за жары, и не из-за метро. А второй раз, когда вы стали это проверять, это случилось из-за того, что вы боялись повторения этого. Это ясно? Из-за чего же случилось первый раз, мы сейчас поговорим позже. Но сейчас надо понять, как этот механизм замкнулся. Первый раз ваша вегетатика и ваша паника случилась не из-за метро. Вы об этом даже не думали. Не из-за жары, вы об этом даже не думали. И не из-за кофе, вы об этом даже не думали. И не из-за того, что вы дома остались одни, и не из-за того, что вы съели. Это случилось совершенно по другим вопросам, которые я сейчас вам объясню. Но второй и третий раз это стало случаться, потому что вы стали попадать в эти условия, в которых вы уже ожидали повторения. И вы спутали ваш страх повторения и проявление этого страха в виде тахикардии, кома в горле, головокружения и паники, с тем, что действительно якобы кофе вызывает какой-то странный приступ. Или жара, или еще что-то. Вот так и появляются сотни тысяч ассоциаций. ВСД и жара, ВСД и облако на небе, ВСД и метро, ВСД и дальние поездки, ВСД и шпинат, ВСД и фрукты, ВСД и простуда. Просто люди на форумах начинают перечислять что? Но, правильно, условия, при которых у них когда-то возникали плохие самочувствия, проверяя как бы которые, они якобы что-то себе доказали. Хотя, простите, вот время 11 часов, а почему-то люди как-то вот звонят. Хотя люди, на самом деле, что они всего лишь навсего испытывали страх и тревогу. Вот это понятно, что сначала ваша вегетатика и паника случалась абсолютно не связанно с условиями. А затем, вторично проверяя, вы стали беспокоиться, ожидать, напрягаться, уже поднимая определенные напряжения. И вы уже стали ожидать и пугаться, спутав таким образом, это с приступом. Теперь хочется ответить вам такой вопрос. Откуда же началась первая паническая атака? Откуда же началось первое вегетативное напряжение? Многие думают, что они жили нормальной жизнью, не тужили. И вдруг в какой-то момент она поехала в метро, или пошла на работу, или поехала в институт, или просто мыла посуду. Здесь тоже есть некоторый нюанс, который надо понимать. У вас ничто не сломалось в организме в один прекрасный момент. А случилась очень простая комбинация. И эту комбинацию я вам попытаюсь сейчас рассказать. Ну, король... Нет. Сейчас. Комбинация заключается в следующем. Смотрите внимательно. Это буквы Ж. Это просто жизнь. Или жизненные обстоятельства. Такие как отношения в семье, с мужем, женой, на работе, с личными целями, амбициями, успехом, кредиты, личная жизнь. Много сфер входит в букву Ж, как говорится. И что происходило у нашего клиента? Требования к себе, требования к окружающим, состояние безвыходности. Вспоминайте ваши первые паники. Так оно и было. Ваши жизненные обстоятельства. Вы живете в каком-то году, где есть жизненные обстоятельства. И все эти жизненные обстоятельства, а точнее взгляд на них, требования к себе, я должен больше, я должен лучше, я еще ничего не добился, или мне нужно успеть, или люди не такие, все не так, это все не эдак и так далее. Либо я не знаю, как поступить, уйти, не уйти, остаться, не остаться. Все вот чем заняться, я должен достичь успеха, какой работы, какая ниша, какая сфера, если я не успею, что будет, жена, а если она обидится, мама, папа. Вот это все мы образно называем жизнью или сферами. И в какой-то момент времени случились обстоятельства, где вы слишком эмоционально отнеслись к определенным сферам жизни, и у вас происходит напряжение. Проблема в том, что рано или поздно это напряжение бы куда-то вышло. И вот поэтому в какой-то день вы едете в метро, или идете на работу, и достаточно какого-то маленького спускового механизма, чтобы в метро почувствовать именно вот это напряжение. Эмоционально. Или на работе, или мы в посуду, или еще где-то. Это эмоциональное напряжение у вас переходит в панику. Поняли? Оно перешло в панику. А затем вы задали вопрос. А чё это со мной? А чё это в метро? А чё это на жаре? А чё это на улице? А может, чё не так? И вы ответили себе, что эта паника случилась из-за каких-то условий. Ну, например, первое условие – это что что-то не так с телом. Второй вопрос вы себе задали – что что-то не так с тем местом, или с тем, что я съела или употребила. Ну, например, вы едете в метро, у вас случилась паника, и вы говорите – это из-за метро. Или вы выпили кофе, и вы говорите – это из-за кофе. Проблема наших клиентов в том, что они совершенно не придают значения сферам жизни, в период которых всё это началось. То есть, акцентируются, как я уже вам показывал, на чём? На условиях. И вот тут они уходят в сторону. Они сразу начинают изучать погоду, уровень кислорода в метро. Или они начинают изучать аллергенность продуктов, или кофеин. Это из-за кофе что-то не так. То есть, они рассматривают все возможные комбинации, кроме одной. А что у тебя с женой, с мужем, с детьми, с деньгами, с успехом, с выбором работы, с выбором института, с мамами, с папами. Вот эти сферы жизни не рассматриваются в принципе. Человек убеждён, что у него случился какой-то приступ из-за условий. Вот это основная ошибка, понятно? Они уходят на форумы, уходят в какие-то обсуждения, где тысячи людей с такими же ошибками сидят, путают друг друга и так далее. Алгоритм номер один. Чтобы справиться с вашими паническими атаками и фобиями, нужно понимать следующее. Что алгоритм будет выглядеть таким образом. Сначала, когда вы приходите ко мне или к моему коллеге, мы должны справиться с изолированной фобией. Например, если вы у меня больше не пьёте кофе, считая, что кофе провокатор приступов. Или вы у меня больше не ходите в метро, считая, что метро провокатор приступов. Или вы у меня больше не ездите в лифте, считая, что лифт провокатор приступов. Или вы у меня больше не едите картошку и шпинат, потому что считаете, что картошка и шпинат – провокатор приступов. Мы с вами должны научиться контактировать с метро, с картошкой, с кофе, дробно, по чуть-чуть, четко, имея понимание того, что это не провокатор. Итак, четкая, конкретная технология контакта с этими фобиями разобрана в предыдущих лекциях, сейчас не будем на это тратить время, либо в моих вебинарах, либо на семинарах. Это все очень просто. Мы дробим контакт с фобией, дробно контактируя с каждой. Вот это касается исключительно изолированных фобий, если вам показалось, что жара, кофе, метро, лифт и так далее. Но бывает так, когда у человека начинаются навязчивости за здоровье. А вдруг это? А вдруг кто? А вдруг онкология? А вдруг это? А вдруг сердце? А вдруг кишечник? А вдруг опухоль? А вдруг рак? А вдруг я умру? А вдруг инсульт? Вот тогда алгоритм выглядит по-другому. Смотри внимательно. Правда заключается в том, что у нас, у всех, у меня и у тебя есть та самая же. Помните, да, что я имел в виду? Это те самые обстоятельства жизни. Теперь смотри, что происходит. Эти обстоятельства жизни, вот как выглядит сам невроз, сама технология, вызывают у тебя напряжение. Жизнь, напряжение. И ты испытываешь телесные, эмоциональные и поведенческие последствия. Ну, например, ты не можешь принять решение с женой, не можешь принять решение с институтом, не можешь принять решение с работой, не можешь принять решение в работе, ты не знаешь, как поступить, или ты, например, очень требовательный к себе и постоянно себя гнобишь, да, я должен, должен. Или ты не можешь принять, или ты очень требовательный к окружающим, или ты попал в какую-то жизненную ситуацию и не знаешь, как поступить. И это напряжение проявится телесно, эмоционально и поведенчески. Если оно проявится в каких-то условиях, ты забудешь про обстоятельства, сконцентрируешься только на теле. Теперь смотри, что происходит. Вот этот ипохондрический момент, когда ты цепляешься всё время за здоровье, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, является следующим механизмом. Вот здесь проявляются защитные механизмы. Я назову это вот так вот мы это нарисуем. Вот этот механизм, ну давай фобии, напишем луковку F. Вот эти фобии, именно ипохондрического характера, имеют функцию. Смотри внимательно. Предположим, у тебя была история с женой, с работой, с карьерой, с амбициями, из-за которых ты напрягался. У тебя возникла телесная, эмоциональная, поведенческая компонентная невроза. Тахикардия, диарея, комгорли, диареализация, бла-бла-бла, тревога и поведение, избегание и там изоляция. И у тебя возникают фобии, которые крутятся у тебя к телу, к эмоциям, эмоции, к фобиям. Вот тут начинается весь круговорот. И ты вот здесь начинаешь концентрироваться. Почему? Запоминай или записывай. Основная задача постоянных навязчивых придумок ипохондрических о своем здоровье заключается в том, чтобы отвлечь внимание от этой сферы, как будто ее и не было никогда. То есть, задача ипохондрии или фобий заключается в том, чтобы ты не видел ту болезненность, обстоятельств, которые действительно являются причиной этого напряжения. Именно из-за этого, если ты будешь постоянно работать с фобиями, изучать свой организм, проходить обследование, бла-бла-бла-бла-бла-бла, у тебя ничего существенного не изменится. Ребятки, то же самое касается панической атаки. Если у тебя вот где-то вот здесь были панические атаки или агорафобия, если ты даже начнешь с этим справляться и так далее, но не будешь работать с той жизненными обстоятельствами и взглядом на них, твое напряжение вернется. Именно поэтому я не пествую результаты своих клиентов, которые справились с паническими атаками с агорафобией. У меня, ну, каждый клиент, имея паническую атаку агорафобию, передвигается спокойно. Я к этому не отношусь никак, потому что, чтобы передвигаться самостоятельно и не испытывать паническую атаку, достаточно соблюдать очень простые технологические упражнения. Я прекрасно знаю, что пока я не изменю отношение своего клиента к тем обстоятельствам, которые вызывают у него напряжение, он все равно продолжит испытывать телесные, эмоциональные, поведенческие компоненты, либо будет по-прежнему крутиться где-то вот здесь. Поэтому технология заключается в следующем, что, запомни, если тебя преследуют вегетативные напряжения, постоянно какие-то мысли и фобии, четко пойми, изолированная это фобия или это эпохондрическая защита. Смотри, если это изолированная фобия, то ты просто боишься контакта с какой-то фобией, потому что тебе кажется, что оно создаст напряжение или смерть. Тогда можно работать изолированно с этой фобией. Если ты думаешь, что тебя преследуют постоянно мысли, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг надо обследоваться, а вдруг надо обследоваться, значит, вот этот навязчивый синдром тебя уводит от каких-то реальных обстоятельств, где ты не можешь принять решение. Ты настолько болезненно воспринимаешь окружающую среду. Вот, кстати, многие ребята пишут по поводу дереализации и отрешенности. Вот тебе, пожалуйста. Вот этот симптом дереализации и отрешенности, он будет косвенно указывать о том, что реальная жизнь, в которой ты живешь, с чем ты сталкиваешься каждый день, для тебя настолько, что болезненно и настолько неприемлемо, что ты будешь уходить вот в эти все фобии и навязчивости, чтобы вот это не видеть. То же самое кардиофобия, например, или какие-то другие ипохондрии. Я лучше буду думать о том, что у меня вдруг опять с организмом может быть не так, чем видеть того мужа, с которым я живу, потому что у меня не получается с ним наладить язык. Я лучше буду думать о своем здоровье, читать кучу форумов и обследоваться, чем принимать решения по карьере, принимать решения на работе, с женой и так далее. То есть, все неврозы – это одно сплошное преувеличение. Преувеличение того, что те сферы, в которых вы живете, вы на них смотрите слишком преувеличенно, слишком критично, слишком требовательно, слишком апокалипстически, я бы сказал. Сами от этого вызываете напряжение. Потом это напряжение проявляется у вас телесно, вы его пугаетесь, возникает паника. Первая ошибка – вы свяжете это с обстоятельствами, в которых это проходило. В лучшем случае вы начнете циклиться на каких-то фобиях, что косвенно уведет вас от реальности. Поэтому, ребятки, вы не поверите, 90% населения нашей замечательной страны убеждены, что их самочувствие и их фобии являются вообще автономными. Они вообще как бы не связаны с жизненными обстоятельствами, с их воззрением на мир, с их какими-то требованиями к себе повышенными или требованиями несоизмеримыми с окружающим миром. Они считают, что они просто ехали в метро, у них просто что-то случилось, или просто откуда ни возьмись, они стали себя чувствовать плохо. И, конечно, ни один клиент, который стал понимать паническую атаку, и ни один клиент, который стал передвигаться самостоятельно, не справился с главной проблемой невроза. То, что ты перестал бояться телесных проявлений, не создавая панику, ведь паника, смотри, она же вот здесь потом проявляется. Вот у тебя застучало сердечко, например, от напряжения, у тебя случилась паника, и ты, допустим, стал тут как-то что-то там избегать. Ведь на самом деле, вот здесь возникает у тебя проблема. Эмоции, то же самое, у тебя там что-то случилось здесь, но сейчас не буду рисовать. Проблема в том, что работая с панической атакой, с агорофобией, мы не трогаем главную причину напряжения. Конечно, сами по себе паники и фобии, они здесь могут создавать вторичное напряжение, так скажем, да, осуждая, вот у меня панические атаки, мне ничего не помогает, сколько можно, я неизлечимо больной. И, конечно, тут вы вторично полируете свое напряжение. То есть, у тебя есть обстоятельства в жизни, на которые ты смотришь крайне негативно, крайне пессимистично, крайне требовательно, создавая напряжение. Потом ты это напряжение испытываешь телесно, в виде тахикардии. Ты эту тахикардию пугаешься и уверен, что у тебя проблема с сердцем. Или у тебя начинается ком в горле, или какая-то тревога, и ты уверен, что у тебя проблема вот здесь. Косвенно формируя второе напряжение и депрессию еще от этого, да, но никому в голову из наших пациентов не приходит, что его напряжение связано с учебой, с работой, с женой, с мужем, с воззрением к требованиям к себе и так далее. И вот развернуть, как говорится, избушку передом к реальным проблемам, есть моя работа. И вот когда я своих клиентов, смотрите, поворачиваю в своих группах или на семинарах вот сюда, вот тут-то только и начинается настоящая психотерапия. Потому что вот это все у нас уже что? Все. Вот тут уже мы с вами не работаем. Смотрите. Вот первый этап моей работы заключается, чтобы я убрал вот этот момент. Мне он не интересен. Я как психотерапевт и когнитивный терапевт, мне вот здесь вообще не интересно. Вот здесь бегают сотни тысяч людей. Синерцит, тахикардия. Я вам рассказал, что это не главное, это последствия. Вот здесь проблема. Потому что ты взираешь на свои обстоятельства крайне неправильно. Ты взираешь на эти обстоятельства слишком жестко, требовательно, негибко, создавая потом вот это. И психотерапия начинается тогда, когда у тебя закончились панические атаки, когда ты справился с фобиями, с навязчивостями. И вот только тогда начинается твоя психотерапия. Потому что я тебе даю сто процентов, если ты, допустим, послушал мой ролик или ролик моих коллег и сумел справляться с панической атакой и стал передвигаться, ты просто-напросто разорвал рефлекс, ты просто-напросто для себя что-то понял. Но разве в целом ты осознал, почему вообще у тебя это началось? Да, ты осознал, что ты когда-то это синтерпретировал с едой, или с кофе, или с жарой, или с метро, или с обстоятельствами состоятельного передвижения. Но ты не понял, почему у тебя изначально-то вот это напряжение началось. Вот это вот. Вот это. И работа заключается вот здесь. Твое воззрение на обстоятельства жизни. И вот когда я здесь сделаю реальные изменения, мы с тобой добьемся, вот тогда, что бы здесь у тебя ни случилось, развод, неразвод, дети, не дети, увольнение, неувольнение, разные жизненные обстоятельства могут случаться, у тебя никогда больше не возникнет такого уровня напряжения, который приведет тебя и к тахикардии, и к камам, и к паникам, и к депрессиям, и к бездействию. Вот тут начинается твоя психотерапия. И все техники для панических атак, для тревоги, для страхов, для фобий. Это можно здесь тратить бабло? Немеренно. Можно изучать себя на томографах? Немеренно. Засовывать себя в задницу колоноскопов? Немеренно. Читать умных книг? Немеренно. Но если ты считаешь, что твоя проблема вот здесь, ты обречен. Да, действительно, надо понять, что такое панические атаки. Да, действительно, надо избавиться от изолированных фобий, передвигаться самостоятельно, пить кофе, ходить по городу. Но дальше-то надо понимать, что причина у тебя в том, как ты создал то напряжение, проявление которого ты испугался. Вот, собственно говоря, тот прожеванный, простой механизм, который является твоей проблемой. Поэтому, если у тебя телесная, эмоциональная и поведенческая депрессивная компонента, знай, что тебе надо изменить не только работу с изолированными фобиями, страх за свое здоровье, но и понять, от чего тебя уводят эти страхи. Посмотри на свою жизнь. Вот тебе простое упражнение. Проведи мониторинг своей жизни. Семья, друзья, работа, бабло, карьера, личные планы, успех. Я еще не видел ни одного своего пациента, который приходит ко мне якобы с кардиофобией, со страхом умереть от инфаркта, у которого при исследовании его жизни все в порядке. Я тебе 101% даю, что на самом деле в период начала вегетативного напряжения, в период начала первых панических атак, по сегодняшний день ни один наш пациент с так называемой ВСД, ни один наш пациент с паническими атаками не испытывает полноценное удовлетворение от тех обстоятельств, которые я перечислил. 100% у него где-то какие-то решения не приняты, где-то он что-то затягивает, где-то он слишком требовательный к себе и перебарщивает, где-то он требовательный к окружающим. Но люди не придают этому значения. Они придают значения только своей тахикардии, своему поносу, диареи и своему головокружению и дереализации. И все закручиваются в эти симптомы, совершенно забывая смотреть на то, как они относятся к своим обстоятельствам. Это отношение и создает то самое напряжение. Дереализация – это метафора того, что то, что происходит в моей жизни, я уже видеть не могу. Деперсонализация – это метафора того, что я недоволен категорически тем, что я вижу вокруг себя и себя. Ипохондрия – это метафора того, что я не хочу видеть тех обстоятельств, которые у меня там дома. Астеноневротический синдром – это просто банальное переутомление от того, что вы себя переутомили вот здесь. И вся ваша астеноневротическая симптоматика телесная, эмоциональная – это переутомление. Откуда оно? От метро? От кофе? От жары? Оно отсюда и отсюда. Потому что не надо так болезненно смотреть на своих ситуаций в жизни. Надо к ним относиться более объективно. И вот учиться относиться к ситуациям более объективно, планировать пути решения, быть более эффективными в решении жизненных ситуаций, не эмоционально не втягиваться и не заводиться. Учить когнитивно-поведенческой терапии. И ваш покорный слуга, я приглашаю вас на свои семинары, которые пройдут в Москве, в Петербурге, в Минске, в Нижнем Новгороде, в Краснодаре и так далее. Ну или пишите ВКонтакте или звоните по телефону 495-201-5319. Я надеюсь, я вам сегодня очень подробно разжевал, в принципе, весь алгоритм, что такое неврозы. Ну и напоследок. Обсессии и компульсии. Навязчивые ритуалы. Это куда мы здесь поместим быстренько? Смотрите, всё то же самое, та же самая жизнь, то же самое воззрение на эти обстоятельства, то же самое напряжение. Просто потом это напряжение уйдёт вот опять в защитную сферу, где вы будете что-то перестравлять, что-то переделывать, только для того, чтобы снять напряжение, которое вы создали воззрением на свою жизнь и на свою личность. И навязчивости будут идти туда же. Ну а об УКР будем говорить отдельно. Но технологично это будет так. Ну, например, парень настолько перфекционист, настолько требовательный к себе, настолько боится совершить ошибку, настолько боится показаться дураком в обстоятельствах, что от этого возникает напряжение, и от этого напряжения его тело фактически требует куда-то бросить это напряжение. И он начинает то придумывать какие-то нелепости, а вдруг это, а вдруг то, а вдруг галактика, а вдруг это. То какие-то левые ритуалы делать, да, для того, чтобы просто-напросто это напряжение куда-то спрызнуть. То же самое касается навязчивых страхов за здоровье. Я не могу принять решение с мужем, с женой, с работой. И лучше я буду думать о своем здоровье и исследоваться, чем и менять проблему здесь. Я надеюсь, вы меня услышали. Ну, приходите на занятия, будем работать. Спасибо большое. Невроза Мегаполиса. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Критикуйте. Спрашивайте вопросы. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте. Сейчас могу, помогу. Ваш Алексей Красиков. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.